Вот смотришь на средства от Витилиго и думаешь, а чё ж всё так скудненько-то? Два препарата Витикс в таблетках и в форме геля от французской фирмы. В таблетках есть витаминки, а в геле, кроме экстрата, дыни и консервантов, с загустителем больше ничего нет. Витаминки и дыня. Этого хватит? Поговорим об этом сегодня с Ириной Ермолаевой. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Алексей. Начнём? Начнём. И начнём с витаминов. Чем нас удивляет комплекс Витикс? Силен, медный глюканат, цинковый глюканат, фолиевая кислота, витамин В12, витамин С, витамин Е. Предположим, этот препарат принял человек, у которого нет аутоиммунного заболевания, то есть нет витилиго, тогда мы получим, что в одной таблете Витикса будет суточная норма селена, 15 суточных норм медного глюканата, 3 суточных норма цинкоглюканата, 2 суточные нормы фолиевой кислоты, полсуточной нормы витамина В12, вообще непонятно для чего скорбиновая кислота, витамин С, и треть суточной нормы витамина Е. Конечно, тут не рассматривается, сколько процентов из этих витаминов усваивается, треть или половина, но представим, повезло и усвоились все 100% от таблетки. А теперь представим, что у человека все-таки есть аутоиммунное заболевание, которое проявляет себя как витилиго. Из всего состава этих витаминов прямое влияние на витилиго имеет медный глюканат. Состав данного минерального комплекса или биологической добавки имеет неплохой состав. Все перечисленные вами компоненты, которые входят в состав данного комплекса, прямо или опосредованно действуют на кожный покров. Предположим. Меланин – пигмент кожи, вырабатывается клеткой меланоцитом при взаимодействии фермента терозиназу с медью. Для того, чтобы это случилось, во-первых, в белом пятне не должно быть перекиси водорода, а значит, не должно быть хронического воспаления. Во-вторых, меланоцит не должен быть атакован иммунитетом, а значит, количество клеток Т-хелперов уже отрегулировано витамином D. В-третьих, ни в каком другом месте не должен быть дефицит меди, потому что иначе оно идет в более жизненно важный орган, в то время как кожа не является жизненно важным органом. Конечно, собрать все три варианта сложно, но вдруг именно на вас попал перс судьбы, и вам не хватало только меди. Ура, вот и она. Глюконат меди чаще всего работает в коже с цинком и действует как восстановитель кожного покрова. Так как в данном комплексе цинк отсутствует, об эффективности глюконата меди стоит задуматься. Ну, конечно же, возможно, главный секрет геля Витекс и таблеток именно в экстракте дыни. Итак, экстракт дыни в Витексе представлен как носитель ферментов гернина и каталаза. Эти ферменты помогают разрушать пероксид водорода. Опять ура! Мы разрушаем перекись водорода, она не отбеливает меланин, медь в составе таблеток помогает выработать меланин, и вуаля, у человека уже нет Витилиго. Осталось только купить гель Витекс, еще и таблетки с медью. Ну, желательно тоже Витекс. Хроническое воспаление в организме запускает образование перекиси водорода, который, в свою очередь, формирует вот эти белые депигментированные пятна при Витилиго. Но перекись водорода – это достаточно нестабильное соединение, и оно разрушается самостоятельно. Не нужно принимать дополнительно какие-то препараты, не нужно стимулировать разрушение и так нестабильного соединения, принимая экстракт дыни. Да, здесь, конечно, нет никакой логики. Спасибо, Ирина. Лечить Витилиго комплексно. Тогда есть вероятность достигнуть полного излечения. А говорили сегодня о Витексе. Использовать ли его при Витилиго, конечно, это ваш выбор. Это ваше здоровье, это ваша жизнь. Заботьтесь о себе. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова